Рыбакит папа рисует Привет-привет-привет, я Ваня Сегодня я рисую клубничку У нас клубничная неделя Вкусняшки, вкусняшки, вкусняшки И сейчас я рисую фломастером Рисую кошечку в виде клубнички Это будет здорово Я возьму красный фломастер Красный фломастер и рисую клубничку Большую, на самом деле это кошечка Вот такая, смотри Вот такая приятная Кошечка будет Кошечка-клубничка, кошечка-клубничка Вот так я нарисую ей волосики. И на самом деле это тоже не волосики, а хвостики. Хвостики-клубнички, да? Есть у нее большие ушки. Нарисую моей кошке большие ушки. И два больших глаза. Вот так вот. Один глаз, второй глаз. А теперь все закрашу красным цветом. Но сначала вот одно закрашу красным цветом. Сначала ушки закрашу красным цветом. Я крашу утолщенными фломастерами. И поэтому мне получается довольно быстро раскрасить. Если ты раскрашиваешь обычными фломастерами, то я прям жалею тебя, потому что это довольно сложно. И маму попроси все-таки фломастеры толстые купить. Это не сложно, но будет лучше раскрашивать. А если честно, фломастеры классные. Но все-таки раскрашивать акварелькой гораздо легче. Но я знаю, что многим пацанам и девчонкам нравится раскрашивать фломастеры. Я тоже пробую это делать. И тоже, в принципе, получается яркий рисунок. И зато ручки чистые. Не надо пачкаться. Вот так мы нарисовали кошечку. Закрыли красный фломастер. Он нам больше не понадобится. Берем розовый фломастер и закрашиваем внутри ушки. Вот так, чтобы они тоже классные были. Вот так получилось. Хо, красота. Теперь берем зеленый цвет. У меня два зеленых цвета. Есть темный зеленый, есть светло-зеленый. Сначала я, как всегда, я всегда использую все цвета. Сначала светло-зеленым покрасим листочки. Покрасим. Теперь возьму темно-зеленый и с удовольствием еще раз покрашу. Чтобы они были у меня очень симпатичные. Еще раз обведу. Вот так вот поставлю. И теперь-то у меня получается, что у меня очень такой красивый кошечка. Да, такая кошечка, кошечка. Конечно же, черные глазки. Черные глазки. Черным фломастером специально я это делаю. Все закрашу черным цветом. Вот так вот закрашиваю. Маленькие блики можно оставить. Также носик и улыбочку, улыбочку. И еще мне нравится, когда есть реснички. Моя дочка очень... Арина очень любит реснички. Прям вот ей вот только-только реснички нарисовать. И, конечно, мне нравится, когда есть усики. Но совсем малюсенькие. Усики-малюсики. Усики-малюсики. Вот такая у нас клубничка. Пока что здорово, но не хватает чего-то. А чего не хватает? Не хватает точечек. Их трудно нарисовать вот именно желтым цветом, чтобы их было видно на клубничке. Но я все-таки постараюсь желтым поделать маленькие точки. Надеюсь, ты увидишь. Надеюсь, их будет видно. Да, их плохо видно. Идет ничего не поделаешь. Придется брать какой-то другой цвет. Я возьму фиолетовый цвет и немножко обведу каждую точечку вот таким вот способом, чтобы все-таки точечки были видны. И тогда у нас клубничка превратится в клубничку, а не только в красную кошечку. Все-таки это будет клубничка. Немножко видно? Видно. Видно. Все, почти все закончено. И ты скажешь, симпатяга. А я скажу, да, симпатяга. И она хочет передать тебе просто привет. Просто много-много сердечек. Сверху она будет делиться сердечками. Сердечки могут быть простые, закрашенные. Чистые такие, квадратные. Вот такие малюсенькие. И большусенькие. Вот таких сердечек как раз здесь не хватает. Симпатяга. Мне нравится рисовать кочек и, конечно, клубничек. Клубничная неделя продолжается. Рисуй со мной фломастерами. Фломастерами? Красками? Это красками. Посмотри. Рядышком наверняка найдешь урок. И масляной пастелью тоже. И обязательно поделись своими рисунками. Прикзывай в телеграм-канал Рыбакит. Попрессусь. Легко найти. Я тебе обязательно поставлю лайк. Других рисунки ребят. Других ребят. Посмотришь рисунки. Потому что это действительно интересно. Как? Что рисуют? Делиться. Это самое главное. Все. Хороших объедений клубничек. Продолжение следует.